Приветствую вас и по описанию наиболее вероятны два варианта. Две причины, по которым происходит та ситуация, которая у вас имеется. Первый это страх перед отношениями. Он может быть вызван как в результате развития детско-родительских отношений, так и в результате вашего личного опыта с мужчиной. То есть, вы по какой-то причине можете бояться того, что вы сблизитесь с мужчиной, и что-то из-за этого у вас будет плохо. Чего вы боитесь, пока не понятно, но за страхом нужно работать и при анализе ваших отношений с родственниками, с родными, с близкими, с друзьями, собственно говоря, с мужчинами, можно выявить причины страха и после этого их устранить. То есть, пока что вы просто не особенно, ага, возможно, просто избегаете отношений. Это будет продолжаться до сих пор, пока вы не поймете причину, то есть, чего вы боитесь. Вторая, вторая, значит, второй момент, который может провоцировать подобную ситуацию, заключается в том, что у вас есть определенный образ, то есть, у вас есть идеал, идеал мужчины, идеал отношений. Вы пишите, что, значит, вам очень хочется найти близкого человека. Это свидетельствует о том, что вы хотите найти близкого человека, но без привязки к конкретному, конкретной личности, то есть, без привязки к кому-то конкретному. Это, в свою очередь, означает, у вас есть некий такой идеал, некий такой собирательный образ молодого человека, который вы сами себе придумали, сами себе нарисовали и в результате этого стремитесь именно к нему. Соответственно, когда реально мужчина делает вам знаки внимания, оказывает вам знаки внимания, вы испытываете разочарование в связи с тем, что он не соответствует тому идеалу, который вы себе нарисовали, который у вас есть, и поэтому симпатия улетучивается. То есть, у вас ожидания слишком зомышлены от отношений, и ваше видение отношений, скажем так, идеализировано. Кроме того, когда вы говорите, что хотите близкого человека найти, это принадлежит от того, что это нужно вам, это ваше желание. И вам этот близкий человек нужен для чего-то, лично для себя, да, вот. И потому отношения вы еще воспринимаете в контексте своих интересов. То есть, вы воспринимаете мужчину в данном случае как средство. Средство для достижения своих желаний, для удовлетворения своих интересов. А при таком подходе, нет ничего удивительного, что вы, значит, не воспринимаете самому мужчину как личность. То есть, вы не стремитесь сделать его счастливым. Вы не стремитесь что-то ему давать, что-то отдавать. Вы хотите только другое соответствие вашим требованиям. И то, что было перечислено, является негативным наше основание для отношений. А это, ну, нужно пересмотреть. Во-первых, перестать целевать своему идеалу. То есть, не рассматривать отношения именно как вот некий такой вот, вами нарисованный образ. И перестать стремиться подогнать мужчину под этот самый опыт. Далее. Вам хочется найти близкого человека, потому что таково ваше желание. То есть, вам чего-то не хватает. Вы не чувствуете себя, возможно, самодостаточным. И для этого нужно развиваться. Для этого нужно самодостаточным. Необходимо достигать успехов в различных сферах жизни. Чтобы быть самодостаточным, чтобы быть независимым, чтобы быть уверенным в себе. И тогда, именно, конкретно, желание найти близкого человека, как таковое, у вас пройдет. То есть, безусловно, вы хотите любить. Вы хотите влюбиться и хотите быть любимым. Это факт. Но это будет уже как более естественное желание. Как более беспредметное. И тогда оно будет протекать несколько более естественным способом. То есть, вы будете воспринимать мужчин не как средство для растяжения своих целей, а как наших полноправных партнеров, которые, по сути дела, могут вас сделать счастливы. И вы можете сделать одного из них тоже счастливым. И возвращающим стрихом в этом является четкое понимание того, что вы можете мужчине дать и что мужчина может дать вам. То есть, что вам нужно от мужчины и что вы можете мужчине дать. Почему он должен быть именно с вами. И ответит также на вопрос еще. Какое место, какое положение в отношениях вы бы хотели заняться? Как вы видите себя в отношениях? В качестве кого вы себя видите? В качестве ведущего, ведомого или равноправного парня. Вот подобные мысли, подобные вопросы помогут вам несколько скорректировать наши представления о личной жизни и, возможно, немного поправить свое поведение. Сделать его более реалистичным и отойти все-таки от идеалистичного, образного подхода к отношениям. На этом все. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи!